21-й запомнился ростом цен на все, в том числе и квартиры. Их стоимость в Барнауле выросла до 60%. Сегодня за квадратный метр горожанам придется заплатить от 100 тысяч рублей. Если рассматривать историю недвижимости в Алтайском крае на протяжении последних 20 лет, то мы понимаем, что мы перешагнули уже планку 100-130 за квадратный метр в городе Барнауле. Это, конечно, сегмент нового фонда и сегмент первичного рынка. Особенность нашего региона в том, что он ограничен масштабным строительством. Люди из Заринска, Олеська и Рубцовска вкладывают деньги в недвижимость в Барнауле. Оттого и высокий спрос, который застройщики не могут удовлетворить. Та инфляция, которая присутствует, поедает те сбережения, накопления, которые у людей есть. И чтобы сохранить деньги, берут первоначальный взнос от 250 до 500 тысяч рублей, приобретают квартиру на первичном рынке за очень льготную ипотеку и хорошие процентные ставки. Экономисты говорят, что инфляция будет расти. Ставка Центробанка за этот год поднималась четыре раза и в следующем поднимется вновь. Поэтому предпосылок для снижения цен на жилье нет. Единственное, что может произойти, это стагнация, когда покупателей на первичном рынке станет меньше. Когда в стране идет большой рост инфляции, соответственно, квартиры дорожают в параллели. И когда у нас приостановились инфляционные скачки, когда мы стали держаться в рамках 5-6% инфляции, у нас была стагнация. Поэтому сейчас мы говорим, что пока инфляция идет, до тех пор у нас будет идти и рост по ценам. В Барнауле некоторые квартиры в цене прибавили больше одного миллиона. Что уж говорить, малосемейка сегодня стоит миллион. Подобный рост цен отмечается по всей стране и наш регион, к счастью, не первый в списке. В теплых краях цена за квадратный метр перевалила за 600 тысяч рублей. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова